самое на грани жизни и смерти во времена камеди когда мы начали уже вот-вот-вот в преддверии съемок comedy club украина я был ведущим напоминаю с крылышками ангел как ангел это был я мы хотели продать камеди к нам пришел на вечеринку вы понимаете как это делалось как снимался камеди формат каждую субботу мы снимали мы делали новую вечеринку и отрабатывали материал мы выписывали свой материал это была вечеринка это очень классно для для будущего если кто-то хочет снимать подобный формат мы делали вечеринки от тем самым проверяли его на людях это были живые концерты и после концерта ты понимаешь эта шутка зашла это не зашла и таким образом шла чистка и материал отрабатывался то есть когда мы следующий раз уже снимали это все через там три месяца весь этот материал ты уже знал что приблизительно зайдет как здесь отыграть где сделать паузу это полезничок нас отсмотрел отсмотрел к нам пришел продюсер который сказал мне сказали через за час до с до самого шоу не сказали ты знаешь тут вели новый код и ведущий должен быть говорить по украински поэтому тебе надо сейчас говорить по украински друзья я сделал ряд ошибок которые делать нельзя я вышел на сцену ну я попытался переписать очень быстро юмор переписать русского на украинский юмор невозможно забудьте об этом легче написать заново тупо два разных мира и и и вообще ну нет не стоит не делайте этого адаптации это очень плохо я попытался что-то перевелось что-то я понял что не переведется я вышел на сцену у нас же камеди все по-честному это говорю короче я тут у нас руководство в зале нас отсматривает продюсер мы хотим выйти на телек и мне сказали что должен вести вечеринку по украинским но так как я этнических оков но клинический москаль я постараюсь я сам в этот момент вырыл себе яму первое я апеллировал ну я показал то что я не профессионал и что сейчас будут ошибки и подчеркнул это раз я ну немножечко наехал на продюсера ссори это тоже не совсем правильно соблюдай субординацию чувак это 2 и 3 я потом начал еще вести прыгал с языка на язык чем это все закончилось закончилась вечеринка какой-то микро фуршет туда-сюда и продюсер говорит нашему продюсеру все классно все берем но вот этого ведущего поменяйте на нормального который будет нормально говорить по-украински вот это был эпик фейл я к тому моменту уже шесть месяцев по моему жил в киеве я переехал из мельницкого я бросил там все что у меня было все работы у меня там была жена и ребенок и мне было что терять назад я возвращаться не собирался начались кастинги на мое место я экстренно начал учить язык две вещи которые я советую если вы учите срочный язык первое найти действительно грамотного учителя который вам будет подсказывать но нельзя начать с начала средней школы вы не успеете у меня было всего там две-три недели вам нужен профессионал который он подскажет на раз самые распространенные ошибки в речи есть книжки уже даже такие умеете читать вперед но лучше что вам кто-то корректировал и второе вам нужно окунуться в говорящую среду я переехал жить при туле знаете как я сдал экзамен при туле играла сборной украины мы ну мы жили уже несколько дней а у притула был тогда тернопольский притон жил притула в однокомнатной квартире вся группа sky все кто из тернополя приезжал ну реально там жила в какой-то момент по 15 человек я не шучу и все же тернополя все говорили украинскую я быстренько переключился и вот какой-то момент шел матч сборной украины мы смотрели его в пабе орех который уже закрыт и вот когда я вылез уже такой красивенький на барную стойку с прапором украины и крыкнул кто на пьезо украину то и ревно притул сказал да выспит скла выспит что произошло дальше я мучил себя я ходил на кастинги смотрел как люди читают мои тексты и претендуют на мое место друзья такого волшебного пенделя поискать еще надо да это похоже на магазин на мазохизм но это не действительно помогло я собрался и фигачил я пришел на кастинг точно так же опять наравне со всеми сдал его и ну видите я потом был ведущим камень я доказал что этот мальчик не такой уж и плохой но это но мог и сломаться здесь важно не сломаться из у вас такой услуги он это мне очень сильно помогло я сделал next step это кстати полезничок